Как говорится, от суммы не зарекайся, но порой сложная жизненная ситуация вынуждает прибегнуть к получению кредита. Некоторым выплатить его становится не так уж легко, и они рискуют своим имуществом. Сегодня расскажем, какая государственная программа поможет должникам сохранить свое единственное жилье. Семья Комердиновых отбивает пороги юристов, банков и общественников, чтобы восстановить справедливость. Частный судебный исполнитель, несмотря на то, что они фактически платили по кредиту, продал их дом с аукциона и выселил семью. Лишь потому, что однажды они допустили просрочку. В 2008 году отец взял 40 миллионов кредит. Да, были просрочки по платежам, не могли платить, но в 2016 году мы сразу погасили 20 миллионов. Частный судебный исполнитель, мы получаем насчет частного судебного исполнителя погасили, и частный судебный исполнитель, он получается не берет выписку по остатке суммы долга. Получается, по платежам мы до этого тоже платили, но на 2018 год у нас остаток был 18 миллионов. В 2018 году частный судебный исполнитель продает дом на торгах. Эти торги мы аннулировали, так как были два нарушения. Частный судебный исполнитель не возобновляет новый исполнитель, он берет тот же старый и продает в 2020 году. Уже с девяти нарушениями. Эти нарушения сам департамент юстиции выявил. Получается, частный судебный исполнитель болел раком, и после торгов он умирает. Но это судебник не исполняет и продает полностью дом. Хотя вот это наше единственное жилье, даже президент сказал, единственное жилье не трогать. Они все равно это сделали. А мы хотя до 2020 года, до августа, включительно августа, до 30 августа, я сам лично заплатил по 200 тысяч с 18-го. По 2020 году мы платили ежемесячно по 200 тысяч тенге в банк все сдали. Они это даже не учли и все равно взяли, продали это как бы с торгов. Илья Сдин уверен, если бы у судебного исполнителя не было личной заинтересованности, то вопрос можно было решить обоюдно выгодно для всех сторон. Ведь банк шел навстречу и выдвигал свои предложения. Также получается, частному судебному исполнителю сам банк писал заявление, чтобы он у нас, получается, долевая, 23 сотки. Наши 16,5 соток, остальное это соседские. Сам банк указывал, что неправильная, корректная доля земли указана. Получается, он выставлял все 23, хотя он должен был 16,5 соток. Также банк просил, что у нас на нашем участке два дома, чтобы можно было реализовать один дом для погашения остаток суммы. Но частный судебный исполнитель не выполняет требования банка и продает наш дом. В 2008 году, получается, сам банк делал оценку, было 107 миллионов. В 2020 году продают за 49 миллионов. Вы сами знаете, что с каждым годом недвижимость дорожает. Я не знаю, как они продали его за 49 миллионов. Более того, с аукциона ушел и соседский дом, который находится на едином долевом участке с семьей Комердиновых. Они переживают, что в этой истории пострадает и их соседка. Он помимо этого взял, продал соседовский участок. У нас неделимый участок, 23 сотки, наши 16 соток. Хотя банк просил, чтобы выделить наши 16 соток, он этого не сделал. И просил банк, чтобы продать один дом и 3-4 сотки земли, чтобы закрыть 18 миллионов остаток. А по вине частного судебного исполнителя, наша соседка, она тоже пенсионерка. Ее тоже могут выселить и оставить без ничего. Потому что они уже 27 миллионов нам дали, а ей ничто не дадут. Потому что частный судебный сделал грубейшую ошибку. Уже через несколько дней после аукциона появилось объявление, в котором их дом выставили на продажу за сумму свыше 300 миллионов тенге. Просим помощи, чтобы просто продали хотя бы по рыночной цене. Там уже точно по 200 миллионов уходит. Потому что они поставили 300 миллионов. Уже на момент нашего выселения они поставили 300 миллионов. Даже у нас есть скрин, что они уже выставляли этот дом. Просим помощи, чтобы мы были услышаны. Семью выселили в спешном порядке, не дав собрать полностью вещи. Несмотря на то, что хозяева являются пенсионерами, и этот дом их единственное жилье. Последняя надежда на справедливость – это участие в проекте из Хересе. В рамках социального проекта из Хересе, финансовая и юридическая грамота, мы реализовываем этот проект по городу Алмате. Мы оказываем услуги для социальных уязвимых слоев населения, попавшихся в трудной жизненной ситуации, именно касающейся в банковской системе, по долгам, лишения единственного жилья. И для того, чтобы снять социальное напряжение, сохранить единственное жилье, мы применяем все законные механизмы, которые в данный момент есть и существуют у нас законодательно. Делаем мы предложения для правительства, чтобы законодательно внести на сохранение единственного жилья для СУСН. И в этот проект к нам обращаются люди уже в предсуицидном состоянии, уже выселены, на стадии выселения. Проблемные заемщики у нас с каждым годом не уменьшаются, их количество растет. Суды не поддерживают. Ни один суд, еще у нас СУСН, не выигрывал в нашем городе. Простым людям сложно бороться с системой, говорит Бибену Ширалиева. В большинстве случаев идет нарушение законов и даже прослеживается деятельность преступных группировок. За время реализации проекта в Алматы по данным организации тысячи людей смогли восстановить справедливость. Здесь им выгодно, банкам, через электронные торги за очень низкую себестоимость продать ликвидное жилье. И на этом зарабатывают скупщики. Здесь на рынке, когда идут электронные торги, работают скупщики. И эти скупщики взаимосвязаны, я считаю, и с судебной системой, и связаны с банками. Если бы этой взаимосвязи не было бы, этого процесса не происходило бы. Понимаете? Вот что. Если мы сейчас поднимем все за эти 10 лет выселенных людей, лишившихся, можно целое ОПГ создать. Можно даже. Потому что у нас есть варианты, мы им показываем. Но почему-то законодательно, когда касается ликвидной недвижимости, суды не поддерживают именно жильцов, а поддерживают всегда сторону скупщиков. По словам Ильяздина, человек, купивший их дом, настаивал на том, чтобы они быстрее съехали. Мол, ему негде жить. Однако из открытых источников Ильяздин узнал, что на аукционе этот человек весьма выгодно приобрел аж 9 объектов недвижимости. Получается, на тот момент мы провели, ну, сделали запрос по Нагажбаеву. Помимо нашего дома, он еще купил 9 домов. Это, получается, человек скупщик. Он говорил, что негде ему жить было. А вот, получается, нас 15 сентября выселили. Августа, то есть. Получается, как по его словам, что ему негде было жить. Он берет наш дом, мы, получается, выселяемся, они уже начинают дом разбирать. На следующий день они, получается, спилили все батареи, окна сняли, полы вскрыли. 19 августа 2024 года все дом сносит наш. Батареи все вытащили, окна все разбирают. Решетки убрали, вон полы вскрывают. Илья Зин надеется, что дом им все же вернут. Однако жить в нем семья уже не сможет. Ведь его разобрали по дощечкам. Кто восстановит потом им их имущество, остается под вопросом. Да, мы жили там, два дома у нас там. В одном четыре комнаты, в другом пять комнат. Да. И они взяли все полы вскрыли, во всех этих комнатах батареи срезали, трубы увезли. Потому что половина нашей мебели там осталась. Они это переломали, побросали, что только не творили. Там и сантехнику по этому, это как в ванну увезли, чигунную. С 2015 года в республике работает программа рефинансирования ипотечных займов. Это возможность для многих сохранить свое единственное жилье. Банки обязаны сами предлагать проблемным заемщикам воспользоваться этой программой. Эта государственная программа была принята в 2015 году ради спасения единственного жилья. Но эту программу пришлось несколько раз изменять. Почему? Потому что там были ограничения, чтобы человек имел единственное жилье, но 120 квадратных метров. А у кого-то если 128 квадратных, он не попадал. Ну это неправильный подход, понимаете? Потом мы убрали квадратуру, понимаете? Неважно, там же мы не берем дворцы, скажем, людей, а вот именно с единственным жильем. И какая-то квадратура на роли не играет. Со временем подход к проблемным кейсам менялся. Каждое новое дело требовало детального изучения. С этой целью при АФМ была создана комиссия для рассмотрения обращений. Само правительство и Национальный банк поняли, что нужна между вот этой программой, банками и агентством, департаментом, какой-то орган коллегиальный, который будет именно решать вот такие вопросы. И ради этого была создана рабочая государственная комиссия, которая работает по нестандартным займам. То есть по сложным займам. Так она называется, комиссия по отказам банков. То есть банк уже все, отказывает. Он не подходит по программе, по условиям программы не подходит. Так и выносят они свое решение и дают этот отказ заемщику. Он что остается, ему остается. Он собирает документы и сдает вот в эту комиссию, которая находится здесь, в департаменте по защите прав потребителей. Председателем комиссии на сегодня является Терентьев Александр Леонидович. Помимо него у нас в этой комиссии 23 человека. Куда входят госорганы, департамент юстиции, прокуратура, сотрудники национального банка, Акимат, общественники, сотрудники КНБ и так далее. Государственная программа выгодна для всех. Заемщик имеет возможность сохранить жилье и рассчитаться с банком. Банк получает прибыль. Более того, на успешную реализацию программы государство уже выделило банкам деньги, которые находятся у них в оборотах. Хотя эти деньги, когда были выделены по всем банкам, огромные суммы денег, до сих пор государство не вернуло их. И до 1945 года не будет возвращать. То есть эти деньги остаются, они крутятся, понимаете, и за счет возвратных денег. То есть мы не просим сейчас у государства новых вливаний. А эти деньги есть, они крутятся за счет возвратных средств. То есть те, которые ранее рефинансированы, они же месячные выплачивают, они возвращаются. За счет этих возвратных средств рефинансируют новых проблемных заемщиков. Но, тем не менее, банки не спешат рефинансировать заемщиков. И проводят торги даже несмотря на решение комиссии о рефинансировании. Так с молотка ушел дом семьи Мустафаевых. Каким-то образом, буквально 10 июня, в 1924 году банк продает. Хотя в программе, так как программа государственная программа, там есть рабочая комиссия. Банк дает пакет, перечень документов надо собрать. Они собрали документы, сдают банк. И банк говорит, давайте мы отправим вас в комиссию. Комиссия рассматривает, а в этой комиссии и КНБ, и прокуратура, и юстиция, кого только нет. И общественники, здесь не только я, например, член комиссии. Там очень много и госорганов, и общественники. И было одобрено, чтобы рефинансировать именно по госпрограмме. А этого не сделано. Даже, кажется, два, если у них это письмо одобрено, банк не исполнял. Шурабек Мустафаев – инвалид второй группы. Его супруга также имеет ряд хронических заболеваний. В доме вместе с ними проживал сын, у которого пятеро детей. Именно он в свое время взял долларовый кредит, который не смог выплатить. Мы приехали до конца, если вы члены. Мы приехали вakшему, и мы приехали в банк. Мы приехали от Роботик, которые летают. Комиссии приехали обратно. Мы приехали, вовремя. семью выселили дом перешел на баланс банка и долгое время пустовал прошлом году шурабик мустафаев попросил пустить хотя бы перезимовать в дом но ему отказали пятеро детей их раскидали по всем этим территориям казахстана столько огромной семьи никто не пускал на квартиру понимаете дедушка даже просил подвал пустите не пустили в этом году семья обратилась к общественникам у данаи камбаровой и бебену шароливы данный кейс попал на рассмотрение комиссии по рефинансированию по всем условиям семья подходила полностью единственное необходимо было погасить бланковый остаток с привлечением со заемщиком когда 39 миллионов они на баланс забрали у них бланковый остаток еще остался а здесь вот допустим залогодателем являя являлся сын мустафаев алибек а заемщиками являлась мустафаева юлдус дочка а у дочка тоже сусом но на эту категорию относится еще воспитывает внука дауна у нее единственное жилье было находился в залоге и действительно быстренько рефинансировали по 3 процент потом поразило 2 1 снизили до нуля допустим и документы отдали с этими документами пришли народный банк народный банк а вот это бланковый остаток рефинансировал ну залог вас выставила на свою квартиру на бланковый остаток казалось бы весь путь пройден и семья вот-вот вернет свою недвижимость как вдруг они узнают что банк продал дом с аукциона а банка вот эту ситуацию зная они реализовывали вот буквально вот 10 июня двадцать четвертом году и они хвастаются вот могут она за хорошую сумму продали мы не знаем за какую сумму они продали во первых естественно когда хвосты нету дорогу они открыли не для кого-то 3 лица чтоб их не единственное жилье реализовали а именно чтоб альбек со своими родителями вошел детьми на эту программу на государственную программу он относится к категории сусон мы его рассматривали мы его рассматривали но ввиду того что иногда в госорганы производят проверку проверку на обоснованность решений так далее в этот момент он попал вот этот список который должны были госорганы проверять и в этот момент когда его заем досье находилась на проверке банк производит самовольно понимаете несмотря он же банк знает что он дав отказ и направив на комиссию знает что он в процессе рефинансирования что сейчас по нему будет какие-то решения и он не должен был понимаете тот вот банк совершил огромную оплошность он продал третьим лицам дом понимаете вот сейчас мы подали в суд на это на действие этого банка и я думаю что суд должен поддержать почему потому что уже было решение по нему комиссии и банк обязан был исполнить решение почему потому что решение этой комиссии оно обязательно для исполнения по словам рейса алимовна такие случаи не единичны комиссия дает положительное заключение по рефинансированию а банки выставляют недвижимость на аукцион тем самым банки дискредитируют государственную программу вот в этом году несколько случаев несколько случаев когда действительно банки выселили несколько таких случаев да хотя шел процесс понимаете поэтому это это неверный подход это говорит о том что кто-то может быть был заинтересован чтобы приобрести за минимальную сумму этот дом понимаете воспользуюсь такой вот знаете суматоха скажем так мы считаем что лишает казахстанцев единственное жилье не должны раз правительство поддержала выпустила государственную программу из казны государства выделила огромные суммы денег для банков но почему же банки тогда не хотят решение правительства выполнять для нас это огромный большой вопрос почему судьи и почему банки объединившись не хотят реализовывать программу государства поддержаны президентом страны более того банки не собираются сдаваться и подают суд на признание решения комиссии неправомочными ранее большинство судов комиссия выигрывала но ситуация может измениться все руководители общественных объединений хотим проехать верховный суд письменно обратиться и просить чтобы они отменили решение пленума которые вот последнее решение пленума они спустили по всем судам местным судам о том чтобы придерживаться одним простым словом сказать придерживаться значит поддерживать банки и отказывать решение то есть они отменяют решение поэтому сейчас взяли за практику суды первой и второй инстанции значит не поддерживают решение отменяют решение комиссии чем мы не согласны при рассмотрении каждого кейса вынесена на комиссию применяется комплексный подход выбираются варианты помощи проблемным заемщиком благодаря программе уже 60 тысяч людей смогли выбраться из долговой ямы и сохранить свое жилье человек который не мог никуда устроиться кругом у него аресты счета арестованы никто не принимал на работу понимаете и с помощью мы вот обратились руководители общественных объединений и вот ряд таких людей у которых вообще были арестованы счета невыездные их не принимали на работу смогли их раскидать кого на общественную работу кого там менее пускай но пусть пределах ста 120 тысяч деньги но это тоже какая-то помощь вопросы решали по списанию коммунальных который годами не выплачивался почему потому что дом применение принадлежал собственнику он принадлежал находился на балансе банка и они банку принадлежали и банк в свое время тоже упустил ком услуги не выплачил и так далее да благодаря вот работе поддержки акимата они были списаны и таким образом хоть как-то помогли этим заемщиком выбраться основная масса проблемных заемщиков это люди получившие кредиты в начале двухтысячных тогда многие брали долларовые кредиты но связи с девальвации и смены курса они стали неподъемными так и в истории дельна она хотела приобрести квартиру потом доллар подскочил и этот кредит вот просто стал таким что его невозможно было оплачивать да потому что тогда в долларах было намного проще взять и сама система банковская была заточена на то чтобы давали не в нацвалюте а именно в долларах дельнара инсенова вспоминает чтобы добиться рефинансирования кредита и пришлось оставить работу а она была банковским служащим и начать общественную работу совместно с другими заемщиками они стали работать над появлением стране программа рефинансирования и банки в то время настолько агрессивную политику вели да многие семьи были у которых все забирали и еще плюс оставляли долги до сих пор эти семьи точно также ходят это называется бланковый остаток общественники добились изменений законодательстве и выхода государственных программ у нас 2015 году был принят законодательно закон о рефинансировании помощь для проблемных заемщиков для тех кто остался в такой ситуации и это было законом принято поддержал президент страны выделены были деньги и чтобы реализовывать и 2019 году были сделаны существенные большие поправки для тенговых кредитов условия менялись и за все эти годы условия менялись сначала были квадратуру потом стоимость жилья учитывалась и вот это все с годами приходилось убирать так как себестоимость жилья продана в 2004 году и заложенных их было до 2016 года себестоимость не соответствовала рыночной действительности если однокомнатная квартира сейчас данный момент от 17 до 20 миллионов стоил а тогда кредиты оформлялась на одну однокомнатную квартиру 150 тысяч долларов сложной ситуации оказалась и тумар альбаева так как она является гражданкой российской федерации после развода свою квартиру в алматы оформила на племянника в надежде получить гражданство арка и далее проживать здесь пользуясь добротой тетушки он уговорил ее взять кредит под залог квартиры на развитие бизнеса но я долгое время не соглашалась но потом сестра сказала что ничего там опасного нету вот потом через какое-то время до мы договорились все решили решили оформить договор купли-продажи через кого-то я ему продаю но естественно я ему ничего не продавала так как у него денег купить не было и так далее мы только он только пришел с армии у него как говорится за душой ничего не было после этого через какое-то время сестра начала говорить что какой смысл просто так оформлять вот мой сын хочет заниматься бизнесом это 2013 год тогда было очень любой бизнес был выгоден но бизнес не пошел и кредит тумар начала закрывать лично ведь квартира по факту ее все эти годы она проживала в ней и содержала ее в 21 году он не это самый не ставя меня в известность с частным судебным исполнителем они договорились частный судебный исполнитель который прекрасно знал что я являюсь фактически фактическим хозяин квартиры он приезжал ко мне я к нему постоянно как бы ходила на общалась с ним была у него в офисе и получала от него все вот эти письма уведомления расписывалась он знает прекрасно вот всю эту историю но тем не менее они решили в тайне от меня продать квартиру двадцать первом году как раз и в это время шел суд у меня я хотела признать договор купли-продажи эффективным и на эту квартиру был наложен арест но несмотря что и имеется арест суда ну а чё ж вот это по моему ходатайству был наложен арест часы тем не менее продаются электронных торгов за копейки мою квартиру каким образом квартиру находящиеся в аресте частный судебный исполнитель продал через электронные торги остается только догадываться личность покупателя также вызывает много вопросов у тумар вообще я думаю что часы купил сам через подставных людей потому что там был такой дедушка который вообще но пожилой человек который я думаю что он не знает как вообще купить это все то есть потом у нас был другой суд по снятию ареста и когда я ему у него спрашивала как вы купили он гордо я не помню я где-то горсть кнопочку нажал я куда-то зашел ягра а сколько вы так же нужно залог носить предварительно а я не знаю ничего я не помню уже я говорю а как вы узнали где вы на какой сайт вы зашли ой не знаю вот мне кто-то сказал и все то есть он не мог дать внятного ответа как он вообще сегодня тумар сложной ситуации она готова на любые крайние миры уже от отчаяния она резала на суде руки пытаясь покончить с жизнью часы продает ее единственное жилье за копейки а судьи не признают ее договора купли-продажи с племянником недействительным на всех судебных заседаниях ответчик вот то есть племянника они говорили что да эта квартира не не ответить не ответчик а то есть не племянника эта квартира тетя попросила переоформить так как у него там свои пожизненным обстоятельствам я взял деньги я тете не отдавал деньги я воспользовался сам я в ней не жил я на нее вообще не претендую вот несмотря вот на такие вот эти как сказать объяснение вот тем не менее судья решила отказать мне выяснили и вот эти все их их ответы все их объяснения вот этой ситуации они не были записаны признав договор недействительным и сделав рефинансирование своего кредита тумар сможет сохранить свое единственное жилье в рамках проекта эскересат тумар надеется что у нее получится остановить справедливость и вернуть квартиру женщина предпенсионного возраста и заработать на жилье уже вряд ли сможет во-первых не участвовать прокуратура когда проходят именно серьезные моменты законодательно они не участвовать и мы должны сейчас просить все что связано с единственным жильем все что связано с выселением что участвовала прокуратура участвовала общественность что просто так мы не можем оставить наших граждан без жилья бомжами все многодетные семьи большая доля всех выселений приходится на начало отопительного сезона в этот период увеличивается и количество обращений граждан нельзя допускать чтобы люди оставались без жилья считает бебенур шаралиева так как приближается отопительный сезон до отопительного сезона 15 октября обычно каждый год происходит эти ситуации и они почему-то у нас увеличиваются перед отопительным сезоном в наши практики есть когда по городе алматы при выселении были суициды стрельба убивали людей чтобы предотвратить эту ситуацию мы на сегодняшний день до отопительного сезона активно работаем именно с проблемами по выселению через свой социальный проект мы открыли 8 районов города алматы подключили прокуратуры районные подключили акиматы и в данный момент мы чтобы применить все возможные механизмы чтобы этого не случилось общественники обращаются и граждане если у вас есть просроченные кредиты ни в коем случае не прячьтесь и не избегайте сотрудников банка решайте вопросы пока они не достигли крайней точки многие люди вообще просто не знали некоторые люди просто такую позицию из-за страха перед банками они просто уходили вообще типа не беспокоит и ничего не делают вот такую позицию страусиную приняли потому что было страшно взаимодействовать вот таким обыденным заемщиком нам остается надеяться что справедливость восторжествует и герои нашей программы смогут вернуть свое единственное жилье это была программа обо всем без купюр вместе мы можем многое и 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